В Рио губернатор Ненинского округа встретился с активом регионального отделения Союза пенсионеров России. Встреча прошла в неформальной обстановке. За чашкой чая пенсионеры рассказали о своей работе и достижениях. Ненинское отделение Союза пенсионеров России было создано в 93-м году. Тогда организация объединяла всего 18 человек. Сейчас в команде единомышленников более 2000 жителей высокого возраста Ненинского округа. В Ненинском округе есть, да? В Рио губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный знакомится с географией расположения клубов общения пенсионеров. Всего в регионе 48 клубов. Большая часть 26 расположены в Нарьинмаре. Остальные в населенных пунктах и даже самых отдаленных. Один из таких клубов в Устькаре. В прошлом году мы делали чистое подворье. Ну там же ничего не растет. Так они пытались сделать какие-то японские такие, знаете, моделируют горки. Такие из камней, чего-то такое интересное. На встречу с временно исполняющим обязанности губернатора пришли представители спортивного клуба пенсионеров-пенсионеров Хариверской экспедиции клуба общения людей высокого возраста поселка Лесозавод. Последний создавался в 98-м году. Когда завод у нас закрылся, вот в таком трансе были все люди, представляете, каждый день идти до проходной на работу, обратно, а тут бац, и все обрезали. Было такое у людей, в общем-то, очень состояние темное. Туннель темный даже. Угнетающее. Да, угнетающее. И вот спасибо Леониду Силену, вот я здесь еще раз спасибо говорю. Они как бы предложили нам первый раз в 98-м году собрать людей. Ну, как-то надо людей было воодушевить, поднять, поддержать. Клуб получил название «Огонек». Сейчас в нем 118 людей почетного возраста от 75 лет и старше. В основном, конечно, направление у нас было, ну, в первую очередь и до сутки, конечно, чтобы людей как-то поднять. Ну, и очень много, мы в то время, очень много, да, социальных вопросов решали. И обои давали, и краски давали, и ремонтов, и валенки давали. В этом году клубу исполнилось 20 лет. Однако из-за ограничительных мероприятий отметить события не удалось. Юрий Бездудный предложил провести праздничные мероприятия осенью. Давайте подумаем, когда удобнее было бы провести этот юбилей, чтобы все ограничительные меры уже были сняты, и была возможность действительно собрать всех ветеранов и поздравить. Поэтому вы определяете, и тогда уже, может быть, осенью это сделано. Гордость Нейнского округа – университет пожилых людей. Осенью ему исполнится 10 лет. Университет посещает более тысячи человек. Этот проект признан на федеральном уровне. И в 2019 году как раз в список этих лучших решений вошли мы. Общественные университеты. Да, вошли 41 субъект. Да, 41 субъект, в том числе Нейнский автономный округ с проектом «Университет для пожилых людей». 20-летний юбилей в этом году отметит и спортивный клуб пенсионеров. Праздничные мероприятия состоятся 1 октября. В этот день пройдет спортивный праздник за здоровое долголетие трех поколений. Также осенью пройдет традиционный конкурс «Чистое подворье». Юрий Бездудный поддержал инициативу и пообещал с помощью компаний-недропользователей по итогам конкурса провести фестиваль и выставку участников.